Рассказать о войне самой страшной и неприглядной ее страны было решено в преддверии 75-й годовщины со дня ее объявления. Как отметил Владимир Шаманов, первая лекция затронула шесть первых самых тяжелых месяцев войны. За 1418 суток боевых действий в Великую Отечественную войну более 11 700 человек были присвоены звания Героя Советского Союза. На сегодняшний день их осталось 57 человек. Примерно 40 не ходят. Говорят о том, что в ближайшее время их просто не будет. Слушатели меня обычной лекции стали представители правительства области, региональных министерств и ведомств, силовых структур и бюрохранительных органов, руководители вузов региона, а также преподаватели учебных заведений области. Я считаю, что это очень важное событие, во-первых, в истории нашего города, потому что Рязанина, признанная столица ВДВ, ну и после праздника, 23 февраля, Дня защиты Отечества, тоже, конечно, обязательно. Ну и наше поколение, молодежь наша, не должно что-то связывать нас, а патриотизм, героизм, это все главные качества, которые необходимы, наверное, современному молодому человеку, как юношке, девушке. По словам командующего ВДВ, лекция поможет патриотическому воспитанию. Он посетовал, что ряд решений в системе образования стирает историческую память. А с другой стороны, становится все меньше фронтовиков, которые могут рассказать молодежи о великой отечественной из первых уст.